Ну чего, значит, мы разобрали в прошлый раз первый абзац, смысл которого в том, что форма является причиной и предшествует содержанию в одном единственном и очень простом смысле. Потому что форма ставшая, актуальная, а содержание становящееся. Поэтому форма раньше, только поэтому. Мы выяснили, что в философии так вопрос никогда не ставим. Активность формы всегда заключалась в том, что она ограничивает предмет, то есть, собственно, дает ему форму. При этом форма всеми философами-наксагорами, Аристотелем и, наверное, всеми, и Кантами, и Фихтем. Форма признается актуальной, но ее воздействие на содержание заключается в том, что она есть определенная форма. Квадрат или шар. Линия или угол. Содержание. Мы же говорим о том, что форма просто равна себе. Мы не нуждаемся в определенности формы, чтобы объяснить ее формы влияния на содержание. В определение формы у нас не входит ее определенность. У аристотеля входит. Тобто форма и есть определенность. Определенность и актуальность. Актуальная определенность. У нас форма только актуальна. Этого достаточно, чтобы объяснить, что форма раньше, нежели содержание. Что касается содержания, то у всех известных философов, нам известных, у всех философов содержание предпослан. Так или иначе, но предпослан. Содержание не зависит от формы, и форма лишь делает содержание явленным. У аноксабора, мы говорили, ум собирает подобно частные свойства, элементы. Кость к кости, черное к черному. Ум собирает. И таким образом делает явным. То, что в смешении неявлено. Соответственно, движение из возможностей в действительность совершается в смысле перехода от неявленного бытия к явленному бытию. Бытие же предпосланное. То же само Аристотель. Он дает форму тому, что в себе форма лишена, но есть. Но есть. Причем есть как нечто определенное. И у аноксабора, и у Аристотеля, и у Фихта мы говорили. У Фихта – это нечто красное, что само по себе подобно математической точке. То есть есть, но не явленное. Априорное пространство делает красное. Я повторяю частью вот. Потому что кто-то не был в прошлый раз. Поэтому так подробно повторяю. Пространство делает красное красным в пространстве, и тем самым явленным. Но вообще-то красное от века существует само по себе. Итак, у всех предшественников этой точки зрения, в чем состоит? В том, что содержание становится в форме. Содержание становится в форме. В этом точке зрения состоит. Но у всех предшественников, у тех, кто разрабатывал эту линию философии, у всех содержание, во-первых, предпослано, во-вторых, явлено как определенное содержание. И предпослано как определенное содержание. Во-первых, предпослано, а во-вторых, предпослано как определенное содержание. Я же говорю совершенно иначе. Я говорю, что содержание становится в форме, как содержание. Во-первых, оно нисколько не предпослано, оно идет после формы. Во-вторых, возникает и становится в форме, как содержание, а не как определенное содержание. Еще раз, у Ноксагора, Фихты, Аристотеля, содержание, во-первых, предпочленного, во-вторых, предпочленного как определенное содержание, уже есть кость, кровь, красная, белая, уже есть. А дальше начинаются варианты. У Ноксагора это смешение всего со всем, у Фихты это математическая точка, у Аристотеля просто, возможно. Но возможно, опять-таки, у Аристотеля тоже возможно, в смысле способная перейти к явленности. Почему у Аристотеля два начала, материя и форма? Потому что материя нежависима от формы. Медь уже есть, медь, когда мы придаем ему форму шара, она становится медью, но она медью уже была. Просто получив форму шара, она стала медью, для нас. Ну, это тоже такая своеобразная возможность. И вот, как бы, до ней же никогда не добраться, до этой возможности получается. Да, поэтому разговор получается, как бы, гночологический. От себе бытия, к бытию для нас. Мы же рассуждаем совершенно иначе. Мы говорим, содержание становится, в этой форме, в актуальной форме, становится как содержание. И все. Не как определенное содержание, никоему образом, как определенное содержание. Содержание становится как содержание. Основное содержание мы не знаем, что это, которое переходит из небытия в бытие. Мы не знаем, что это. Мы знаем, что это становится как содержание. Больше ничего мы не знаем. Таким образом, и форма определяется не как определенно актуальная, или актуально определенная, а просто как актуальная. И содержание становится не предпослано и не является определенным, а становится как содержание, не будучи предпосланным. Поскольку форма прежде содержания, в нашем случае, форма прежде содержания, то и способ движения заключается в том, что форма сознает сначала себя, поскольку она первая раньше, то рефлексия, самопознание, может заключаться в том, что форма сознает сначала себя, и зависит от того, как она, она, форма, знает себя, и в соответствующем определенном образом открывается содержание. То есть рефлексия тоже идет путем, сначала таким путем, сначала познается форма, а потом познается содержание. Поэтому я так пишу следующим образом. Способ существования формы знания. Это второй абзац. А поскольку форма исходна, то знание – само себя. Форма познает себя, и в зависимости от того, что форма знает о себе, для нее определенным образом открывается содержание. И первый шаг самопознания заключается в сознании своего существования. Есть или я есть. Познание себя делает форму существующей, но как познание не отличается от самой формы. Знать – значит быть. То есть когда форма занимается рефлексией, самопознанием, то первое, что она обнаруживает, она обнаруживает, что она есть. Знать – значит быть. Форма еще не знает о себе ничего, кроме существования. Ни того, что она форма, то есть нечто ставшее. Ни того, что она как ставшая причина содержания. Можно сказать так. Форма является формой и является причиной содержания. Но не сознает себя формой, причиной содержания. Еще не сознает себя ни формой, ни причиной. Хотя это одно и то же. Но все-таки коррестопия возвращается. Но вот это же сильное место, может быть, стопия посильности, который говорил, что мы можем иметь дьявольной формы шара путем эффекции различить ее форму и собственно медь. Это позволяет нам реконструировать ситуацию и сказать, что медь становится формой шаром. Правда же? Угу. Все-таки так для рестопия реально. То есть вот эти эффективные усилия, оно возможно, что мы форму шара отличаем от медь и формы шара. Думаю, да. Возможно, да? Вы считаете, что вот этот арестопийский пункт, он невозможен? То есть такой эффекции не бывает? Нет, я думаю, бывает. Ну, тогда получается, что мы вот эту самую интеллектию и возможности, материю можем каким-то образом выконструировать. В этом смысле, раз такой эффективный шаг возможен, значит, возможны и арестопийское построение. Ведь это же делается только так, мы же, и арестопийский, тоже же не говорит, что каким способом мы это реконструируем. Мы не понимаем, каким мы способом это реконструируем. Способы, методов этого не дано. Это Фихтер понимает и считает, что он понимает, что каким способом я это реконструирую. Да, скажем так, или Анаксагор, скажем так, или Анаксагор, скажем так, понимает, что это тоже возможно. Но здесь там, здесь тут именно дело стоит так, способ нам не дан, но мы каким-то образом понимаем, что Фомышара и Фомышара между нами в одном и том же простом арте разрешены. Так? Я не понял, что знает Фихтер Анаксагор. Способ, способ, каким Фехтер знает, каким, скажем, краснота, источник распространяется по поверхности. Он говорит, мы распространяем вот эту красноту по поверхности. То есть он знает способ, каким это дело происходит, каким форма медь становится формой шара. Вот это он как бы знает, этот способ. Историк говорит, мы такого способа не знаем. Но тем не менее, в одном и самом арте мы можем различить и интеллектию, и материю. То есть и форму, и как бы какое-то предполагаемое содержание. Так, вот так. Ну вот такой вот, такой подход. Просто я понял бы вас, если бы вы сказали, что, ну, блин, невозможно вот это. Это как бы невозможно. Поэтому в тот же момент мы можем сказать, что форма как бы есть, но... Ну, реконструкция материи никакая некая эффективная усиление невозможна. Вот так и выходит. Дед же казалось бы просто, да, раз мы создаем форму как форму, то тем самым мы создаем материю. Да, мы понимаем, что форма принадлежит нам, а медь нам не принадлежит. Мы не можем обнаружить медь как медь. С другой стороны, у нас форма и материя как-то синтурозно различаются. В этом смысле, Аристотель говорит о материи как возможности. Вот она была возможности, вот она на нее была действительность. Ну, мы это запомним. Мы это запомним и посмотрим, как из нашей посылки получается определенное содержание. Ну, хорошо. Получается так. Надо посмотреть, я уже забыл, но что вам интересно, как же получается определенное содержание. Если мы говорим, что содержание идет после формы, является следствием формы, то оно является следствием формы как содержание, а не как определенное содержание. И надо посмотреть, как у нас получится определенное содержание при такой постановке вопроса. А, я понял, о чем вы говорите. То есть отсутствует, при всем при этом отсутствует феномен перед. У вас нет феномена перед, тут перед нами нет и меги, да, действительно. И тогда всякое содержание, феномена перед, да, нет. И поэтому как бы всякое содержание, а вот это надо отмечать, кстати, очень важную вещь, потому что это получается, что феномен перед с самого начала есть. Поэтому шар, меги и шар, а полный шар, вот она. И это позволяет, мол, вот, говорить об интервете. А здесь этого нет, то есть здесь любая определенность, любая содержательность спрятана за спиной интенсивного украшения. Так ведь? Да, если содержание становится, то феномена перед, действительно, я не думал об этом, да, но если содержание становится, то оно, как бы вот этого, именно как феномена перед, его нет. То есть такой светлый мир до Сократии, такой самый, разворачивающийся, начальник. Значит, первое, что форма знает о себе, когда она осознает себя, это свое существование. То есть форма, еще раз скажу, форма не знает еще, что она форма, а значит, не знает, что она причина содержания в качестве формы. Но знает, что она есть. Когда форма о себе знает только простое бытие, то содержание для этой формы просто возникает, просто становится. Как содержание? У меня написано, однако форма не существует без содержания. Без содержания форма была бы пустой формой, что не мыслят. Поэтому форма так или иначе знает о содержании. Именно то, что содержание возникает, становится, как содержание. Форма мыслит себя не саму по себе, а в отношении к содержанию. Это отношение состоит в том, что форма есть, а содержание становится. Иными словами, содержание возможно. Возможно, не в том смысле, что оно может быть или не быть. Такой смысл возможности вряд ли мыслим вообще. А в том смысле, что содержание возникает, то есть переходит от небытия, от бытия. Опять скажу, что у Анакшагора и всех из него вытекающих философов от возможности в действительность переходит. Содержание. Она может быть явлена, но она уже есть. Не надо сказать, что это небытие. Гомеомерия, Анакшагора и возможный мир. И материя Аристотеля. Не надо сказать, что она от небытия к бытию переходит. Она как раз есть, все есть. И фихтовская математическая точка тоже есть. Никак не скажешь, что она переходит от небытия к бытию. Никак вот не скажешь. А от небытия к небытию это уже получается что-то типа творения? Ну, я вижу две точки зрения. Либо творение, либо как бы есть некая возможность, и переход из возможностей в действительность. А есть какая-то другая третья точка существует. Получается, что переход от небытия к бытию вот это творение? У нас же не творится форма содержания? Нет, форма предшествует. Ведь мы есть третья точка зрения. Она вот в этом и заключается. Если бы речь была о том, что мы сотворили медь, или сотворили красное, то это была действительно точка зрения творения. Но творение, конечно, речь не идет. Потому что речь не становится определенной содержанием. Наверное, если бы определенное содержание в актуальной форме, было бы творение. Но становится содержание как содержание. Итак, форма есть, содержание становится. То есть, переходит от небытия к бытию. Не из возможностей в действительности. А вот небытия к бытию. Опять-таки, заметим, что форма или я не знает о содержании больше ничего. То есть, не знает, что именно возникает, и что именно возможно. Знает лишь отношение становящегося и ставшего. Таков первый опыт рефлексии, или самопознание формы. Форма сознает себя существующей, и для таким образом сознающей себя формы, содержание предстает становящимся. Это три абзаца и первый параграф. Первая цифра. В своем первом опыте форма обнаруживает вторая цифра. В своем первом опыте форма обнаруживают две стороны, два момента или аспекта. С одной стороны, то, что форма существует, а содержание становится, то есть, переходит из небытия в бытие, означает, что форма предшествует содержанию. Форма уже есть, а содержание еще нет. Действительно, если форма есть, мы знаем о форме только то, что она есть. Если форма о себе знает только то, что она есть, а содержание становится, то, в смысле форма предшествует содержанию. Но это момент или аспект. Вот такое предшествование, когда форма уже есть, а содержание еще нет, это, конечно, аспект. Это не реальный опыт, не целостный опыт самостоятельный, а момент опыта. Целостный опыт заключается в том, что форма есть, а содержание становится. Это самостоятельный, целостный опыт, первый опыт рефлексии. То, что нам открывается. А в форме мы знаем только то, что оно есть, а в этом случае о содержании знаем только то, что оно становится, как содержание. Но в этом самостоятельном опыте есть стороны, моменты, аспекты или, я так говорю, абстракции. Вы всё-таки говорили, что небытия к бытию переходит не очень хорошо. Небытия всё-таки нет. Совсем. Но я специально читаю отчасти, чтобы вы такие вещи помогали. Помогающийся, нормальный термин. Становящийся характер происходящего не предполагает. Можно обойти себе слов, от небытия к бытию. Это странно как бы, но вот именно так. Ну и в жизни тоже, когда у нас человек становится человеком, это же не значительно. Нет, в этом-то как бы всё и дело. Потому что здесь, если оставить только становящееся содержание, то остаётся возможность двойного толкования. Что оно становится в качестве красного или оно становится в качестве бытия возможности. И Олег Михайлович хочет защититься от интерпретации, что содержание становится в качестве красного. Поэтому приходится говорить, что оно становится от небытия к бытию возможности. Тут единственное, что если, ну чем тут можно пожертвовать? Не только если словом небытием. Так вот если сказать, что становится бытием возможности. Ну тогда мы формально и выкинем, конечно, слово небытие, но по существу-то… Небытие возможности тоже нехорошо. Бытие возможности здесь единственный смысл, который остаётся. Потому что оно ведь становится не просто существующим, оно становится лишь только тем, что может быть. Но если под быть, то понимать определённость. Да. Но я бы так не сужал понятия. Быть – это быть формой в этом состоянии. То есть вот такое интенсивное отношение с собой. Быть – значит быть формой. Ну и что здесь содержание делает? Куда он, куда приходит? Ну куда ты приходит, наверное. Ну поэтому я и говорю, что оставить просто… Выражение становится… Что такое содержание? Что такое содержание? Это содержательность. Ну содержательность. Это что это? Это что это? Черпённость полагания самой себя. Чистая. Нельзя сказать. Вряд ли так можно сказать. Потому что если бы содержание было предпослано… Тогда бы совсем нечистое было. Да. Но было бы действительно иное. Но тогда что это? Полагание формы себя во вне. Ну так можно сказать. То есть содержательность вот это. Полагание формы себя во вне. То есть быть бытие – это как раз быть – это значит быть формой. То есть это как бы… Вот это в самом простом акте отношения формы с самим собой. Ну так наверное. А быть – это значит быть в чём-то другом. То есть как бы полагание во вне получается себя. И это как бы есть вот наша это… Недосодержательность. Ну то есть то самое, что Фома делает чем-то. Ну конечно в смысле бытия. Недосодержательность. Недосодержательность в смысле определенности здесь нет. Угу. 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 Как бы сказать там… Да, сказать полагание себя во вне тоже будет, но… Как бы сказать? конечно не об этом речь на самом деле в ареступеле же термин возможностей возник чтобы обосновать что из ничего ничего не возникает а то есть нужно что-то как бы чтобы предшествовало из чего возникает настоящее то есть действительно суда возникает в этот термин возможность ну то есть коллеги наградит не геназисам у нас стоит ли генезис radica есть Kotovya тот формальный подход поэтому можно возможность просто исключить потом потому факту что нам у нас нет разговора пришествовании полчать области но они настаивали то что форма карта предшествует вот если форму предшествует тогда вес разговору генести должен быть потому что форма предшествует значит каком-то виде она как бы чистая форма, или как бы это не понимать. То есть есть нечто, что возникает из небытия, или возникает, или из возможности, это уже не важно. Вот если бы генезиса не было, тогда бы и разговора о возможности, он ему был бы не нужен. Потому что если изначально форма и содержание просто в связке находятся, мы как бы разбираем его на составляющую части, там не важно, то есть разговор о возможности не возникнет, разговор о генезисе, о возникновении не возникнет. А если возникает разговор о предшествии, то значит это должен возникнуть разговор о генезисе, значит должна быть какая-то предшествующая форма, в которой существует нечто, что потом становится содержанием. Ну, наверное, не стоит попытаться улечься на чужое ложе. Есть вот ситуация, форма актуальна, содержание становится в этой форме. Когда форма знает о себе только то, что она есть, быть значит быть формой, то для такой формы, для так знающей себя формы, содержание представляется как становление и больше ничего, просто становление. Называть-то генезисом, это значит, не знаю, что это может еще добавить, только ступишь куда-нибудь, сказать, что содержание внешней форме, но оно не внешней форме, оно получается как будто некое целое, где форма предшествует содержание, но предшествует не в смысле пустой формы, а только в смысле актуальности, только это, только актуально. Но актуальная, действительно, в качестве актуальной, она действительно причиняет, то есть предшествует. В качестве актуальной формы причиняет, то есть предшествует содержание, которое становится в этой форме. Временная форма, слово «предшествует» подразумевает, что было какое-то предыдущее состояние, когда они были разорваны формой содержания. Тогда форма была бы пустой. Но это слово «предшествует» навевает это понимание, что есть какое-то содержание без формы, и есть форма чистая, которая внедряется в содержание, в нечто внедряется, и возникает содержание. Возникает такое некое возникновение. У нас же не так, у нас всегда формы содержания всегда есть, и не было никакой ситуации, когда бы они возникали. Да, вот это совершенно верно. Поэтому по какому разговору слово «предшествует» надо как-то заменить каким-то другим словом. Форма актуальна, и все. И содержание становится формой. Тогда не надо будет говорить о небытии каком-то, да, потому что небытие – это и есть тот самый шаг назад, чтобы попытаться понять, как было до того, как форма соединилась в содержание, да. То есть некий путь был до этого шаг, было небытие, или хаос, или что-то еще, потом как бы форма внедряется в это нечто, так как бы, и образуется содержание. Отсюда и необходимость, вообще говоря, о небытии, говорит. Между прочим, это как бы есть и у Кампа такая же проблема. Эти вещи себе, вот как я это понимаю, они так же возникают, как вот необходимость какой-то предыдущий шаг пояснить, да. Как вещи сами по себе существуют. Вот некий предыдущий шаг, вещи сами по себе, потом внедряется форма. Вещи становятся для нас, да, в форме пространства, времени. То есть то же самое, та же самая логика и та же самая возникается в эту проблему. Некий предыдущий шаг нужно обосновывать, его не обосновать, да, и прочее. Возникает вот этот замкнутый круг. Ну, замкнутый круг, может быть, возникает в попытке описать ситуацию. Ну, в общем, небытие, лучше слово небытие, да, с Игорем соглашусь, да. Из небытия, а бытие, небытие. Небытие, слышишь? Почему не из хаоса, небытие еще, хорошее слово, что ли, лучше из хаоса. Хаос тоже своего рода небытие, но все-таки которое есть. То есть, некое небытие в виде... Потому что хаос предполагает предметную содержательность, феномен переда. Нет, это та самая содержательность. Здесь, какого-то переда, какого-какого, нет, этого нет. Нет, хаос не предмет. А раз нет этого феномена переда, то не существует ни арестольевской картины, ни какой-либо другой, а есть как бы картина общего отношения. А в отношении быть, это значит быть формой, и, соответственно, небытие. Это значит не быть формой. Вот и все. То есть, вот такая ситуация отношения, когда нету феномена переда. Поэтому и хаоса, наверное, нет, и ничего другого. И экстритического мира нет. Ну, тогда творение. Можно, как Бог накладывает это на ничто, как бы нет, и свои лапы. Ну, вот и не творение. И не творение. Опять. Ну, бесполезно же говорить, это не то, и я думаю, что а что это такое? Можно отрицать, это не белый, не красный, не любой цвет, но это как бы свет. Нет, когда у нас есть феномен прямого отношения, то есть проблема прямо перед нами, не просто прямого отношения, не того, что перед нами, не то, что перед нами разместил США, что-то там, совокупность четырех качеств, сотворившего нам коня или кувалду, допустим. Именно вот такая ситуация. Вот именно вот это. Это не бытие все же. Все это не бытие. Ну, хорошо, значит, если форма есть, содержание становится, то одной из абстракций, которую мы обнаруживаем в этом совокупном опыте, является то, что форма уже есть, а содержание еще нет. Но другим моментом является то, что содержание все-таки переходит к бытию, и все-таки возникает. И по мере того, как содержание переходит к бытию, становится содержанием, оно поглощает собой форму. По мере того, как содержание все-таки возникает, переходит к бытию, становится существующим, оно поглощает собой форму. А поскольку оно поглощает форму, то оно поглощает и себя. То есть оказывается содержание вне формы, оно перестает быть и как содержание. То есть мы окажемся вне что? Это две стороны предшествования формы. Формы уже есть, содержание еще нет. Это одна сторона. Другая сторона уже становящаяся, не ставшая ни в коем случае. Винограда перей действительно нет. Становящаяся форма, поскольку она становящаяся, она поглощает собой содержание. Мы имеем как бы ничто, опыт ничто. То есть в бытии есть опыт бытия формы и опыт небытия формы. В бытии формы есть опыт сторона. Не опыт, а сторона, абстракция. Бытия формы и небытия формы. В бытии формы есть момент. Бытия формы и небытия формы. Обе эти стороны являются лишь абстракциями, вычленяемыми из реального опыта сознания. Вычленение, развлечение обеих сторон является продолжением рефлексии. То есть что делает форма? Она вначале себя определяет как существующую, а затем в себе существующей, в этом опыте существования себя, она выделяет аспект. Это продолжение рефлексии. Которую форма делает совершенно производным. Никто не понуждает ее. Форма это делает. То есть нет какого-то беспокойства, гегерского противоречия, беспокойства в этом опыте. Прекрасный опыт. Я есть, а содержание становится. Но вот в «я есть» можно выделить момент. Бытия до формы, до содержания. Или небытия. Поглощенность в содержании. Содержание «ев». Это лучше все-таки поглощенность в содержании обозначать как небытие или как ничто? Ну, наверное, терминологически удобнее сказать это как ничто, да. Как немыслимость. И не возникает впечатление, что произошли некоторые качели, да, что произошло некоторое становление от ничто к бытию, а потом обратно – от бытия к ничто. Но нет, мы просто получаем некоторый опыт, опыт – ничто. Ну да, если только мы получаем опыт – ничто, или мы не получаем вообще никакого опыта. Это тоже… Мне самому чуть-чуть непонятно. Опыт – ничто – это что? Это действительно опыт – ничто? Или это просто ситуация немыслимости? Поскольку это аспект, наверное, это опыт – ничто. Ну, как реальное событие он не… Как реальный опыт, он, конечно, не может существовать. Но как аспект, как абстракция реального опыта, может быть, он существует действительно какого-нибудь ничто. Однако, если мы сравним эти стороны или абстракции, то обнаружим, что первая абстракция – деформа предшествует содержанию, мыслима как абстракция. И поэтому он может стать самостоятельным. Самостоятельным, действительным опытом самосознания. Это объясняется тем, что отношение содержания и формы берется со стороны формы. Что же касается второй абстракции, немножко таинственная фраза, со стороны формы. Что же касается второй абстракции, где содержание поглощает форму, то она немыслима. В той мере, в какой мы мыслим этот момент в качестве действительного самостоятельного опыта, мы, как выразился Бессард, падаем в ничто. Вы видите, ограничиваются фразы, что же касается второй абстракции, где содержание поглощает форму, то она немыслима. А теперь мне кажется, что вы правы, нужно говорить об опыте ничто, является опытом не просто немыслимым, а опытом ничто, потому что она абстракция. Как самостоятельный опыт, это была бы просто немыслимость. Мы, естественно, упали бы в ничто, а так мы имеем опыт ничто. Ну, не знаю. В общем, одна абстракция мыслима, другая немыслима. При этом первая абстракция может быть мысльма самостоятельна, только при условии, что мы отвлекаемся от второй абстракции, немыслимой самостоятельной. Превращение первой из абстракции в действительный самостоятельный опыт и отвлечение абстрагирования от второй абстракции – одно и то же действие сознания. То есть выделив два, в рефлексии выделив две стороны, мы понимаем, что одна из них мыслима как сторона и поэтому может стать самостоятельным опытом. Раз она мысльма как сторона, то она может стать самостоятельным опытом. А вторая – нет. Не может стать самостоятельным опытом. Никак. Впадает в бессмыслиленно. И когда мы берем один аспект, естественно, тем самым мы отказываемся от второго аспекта, который тоже есть в первом опыте. И это, как это называется, называется, что мы осуществляем возможность, которая таится в первом опыте рефлексии. То есть в бытии формы есть и бытие формы, и небытие формы. И когда мы выбираем бытие формы и исключаем небытие формы, то мы осуществляем возможность того, что есть в форме. Таким образом, в первоначальном опыте сознания только одна из его сторон может быть осуществлена. Ее осуществление означает осуществление возможностей, которые заключаются в этом опыте. Ничто не побуждает форму или сознание продвигаться к новым, более сложным этапам рефлексии. Но сознание обнаруживает возможность для такого движения и произвольно осуществляет ее. Характер движения здесь чистый произвол. В городе же в этом есть необходимость, что сознание никогда не может, на самом деле, стать формой чистого содержания. Сознание же есть форма, то есть форма всегда может схватить только форму. Почему же я здесь и чистый произвол? Сознание больше ничего не может сделать. Оно может не двигаться, остаться на первом опыте и все. Я есть, а содержание становится. Ничто меня не подвигает к дальнейшему движению. Не лениво двигаться дальше, я буду себе в этом состоянии находиться. Всегда. А если не лениво, то я... То есть возможность движения. Мы берем одну сторону и отвлекаемся от другой. Итак, мы берем первый аспект. Когда форма предшествует содержанию. Вот такой, в таком чистом виде. Форма уже есть, в логически ясном виде. Форма уже есть, а содержание еще нет. Это значит, если мы помыслим это как самостоятельный опыт, то мы получаем сознание формы формой. То есть сознание формы актуальной. А это означает, что мы создаем форму причиной. Причина действительно уже есть, а следствия еще нет. Поэтому мы переходим от сознания формы существующей к сознанию формы причиняющей. То есть ставшей. Когда мы создаем форму ставшей, мы тем самым понимаем, что раз она ставшая, то она причина. Раз форма ставшая, то она причина. И в этой форме возникает содержание. То есть мы переходим к первому нашему абзацу. Но не сразу. Вот второй опыт. Прошли из обнаружения того, что форма актуальна. Сказать форма ставшей и причина одно и то же. Мы поняли форму формы. То есть форму ставшей. То есть форму причины. Мы это поняли. Содержание тем самым становится поиграется логически позже формы. Мы улыбили опыт бытия формы опытом причинности формы. Мы это обнаружили. Причинность формы есть бытие формы. Но в качестве аспекта. Реализовав этот аспект, мы перешли от бытия формы к причинности формы. Форма сознает себя формой, то есть сознает себя актуальной, ставшей. Вместе с тем форма сознает себя причиной содержания. Потому что предшествование или причинность формы заключается в том, что она ставшая форма, становящаяся содержанием. Если раньше форма знала о себе только то, что она есть, то теперь форма знает, что она форма. То есть нечто, ставшее и причиняющее собой содержание. Изменяется и представление формы о содержании. То есть у вас нашего метода, когда форма понимает себя по-новому, то меняется и ее представление о содержании. Содержание мы теперь знаем не только то, что оно становится как содержание, но мы знаем также, что содержание становится как нечто одно. Когда форма поняла, что она равная себе форма, то она поняла, что в равной себе форме может становиться только равная себе содержание. То есть содержание не просто становится уже теперь, а становится как нечто одно. Нет, просто как одно, как непрерывно. Я, мы уже как всегда в 10-й раз возвращаемся, и к этим страничкам тоже, хотя эти странички являются возвратом. Под вашим давлением я убрал, у меня тут был в этом варианте был отсыл к Фалесу Иоанну Ксимандру, у которых одно было, одно, соответственно, а то это еще. Я, наверное, правильно убрал, потому что у нас-то речь идет о становлении. Фалес-то была, вода дана. Она бесконечная. Я первым тоже. Бесконечная данность, поэтому... А поскольку бесконечная, то она как бы уже и не вода. А первым тоже не есть нечто определенное, именно потому что он бесконечен. содержание всегда имеет границу. Имеет некую границу. И тогда оно может оказаться чем-то определенным. Чего не хотелось бы, конечно. начать действительно получить творение. То есть мы о содержании знаем только то, что оно становится как одно. не непрерывное, а одно. Я еще замечаю, что вообще становление мыслимо лишь как становление одного. Понятновение многого было бы изменением или превращением, а не становлением. Но действительно, становление может быть лишь как становление одного, а не многого. Это второй опыт. Второй опыт. Я есть причина, а содержание становится как одно. Я причина, форме причина. Содержание. Я просто на том, что в каком-то смысле Фомас создает себя тоже как нечто единственное, уникальное. Еще раз. Ну то, что Фомас создает себя как нечто единственное, уникальное. Ну просто ничего, потому что другого нет. Но тем не менее, тоже такой опыт спалнили. Мне кажется, уникальность сложное слово, которое предполагает множественность какую-то. Форма видна одна единственная. Что вы на что другое имеете в виду? Нет, нет, именно. Форма одна единственная. Кстати, у Аристотеля ведь форма тоже является причиной, только у него четыре причины. У него еще и материя является причиной, и действия является причиной, и целью. То есть мы как бы содержание вообще всякого рода активность, отказом, полная активность. Полный отказ от активности содержания, да, у нас? То есть она просто нечто пассивное. То есть она начало из нибетей возникло и полностью как бы полностью пассивное? Да, оно пассивное. Содержание сначала, форма сначала о себе узнает нечто новое, а именно что она причина, то есть ставшая. И тогда уже вследствие этого она форма содержанию тоже уже дает нечто новое, что она не просто становится как содержание, становится как одно содержание. Но еще раз скажу, что вообще становление, мыслим или как становление одного? Это правда. Если вообще есть становление, то становится одно. Нет, вы же говорили о том, что содержание становится. Может, как ты это понимаешь? Хотя там никакого одного нет. Тоже верно. Что-то типа хаоса там. Я имею в виду одного, а не много. На это обращаю внимание. В отличие от возникновения многого. Не бывает возникновения многого, хочу сказать. А бывает только возникновение одного. А одно – это количественное категория или что-то другое? Что-то другое. Здесь нет еще ни количества, ни качества. Пока количества точно нет. Может быть, это можно назвать качеством, но... Ну, качество – это что-то определенное тоже. Здесь нет определенных. Ну, значит, мы говорим одно. Там, говорит слово «предшествует», какая-то не в смысле вещь. А здесь говорим одно, а в маленьком смысле – количество. Ну, Булат, язык, как замечал Сторож Гегель, неудобная для мысли вещь. Мы о форме говорим с самого начала, что она равна себе, но у кого-то уже есть закон тождества – «а» равно «а». Ничего этого нету, ни равенства, ни тождества. Но мы говорим, что форма равна себе. Котовая форма, я, по крайней мере, так говорю. Это слово предполагает, что есть еще и полуфабрикат какой-то там. Ничего не поделаешь. Не знаю, как еще это выразить. Действительно меняется опыт. Когда мы форму осознали ставшей, то содержание тем самым мы осознали как возникающее одно. Они просто возникающие. И это второй опыт. И в этом втором опыте тоже рефлексии обнаруживают два момента. Форма является причиной. Что это значит? Это означает, с одной стороны, что форма является собственной причиной. То есть предшествует – это одно и то же. Предшествует или обусловливает. Форма собственно предшествует содержанию. А с другой стороны, форма обусловливает изменение содержания. То есть обусловливает некоторый результат. То есть в предшествовании, говорю я, мы имеем одну сторону, или один аспект собственного предшествования. А другой аспект – возникновение нового содержания, как результат этого предшествования. То есть с одной стороны, форма собственно предшествует содержанию. А с другой стороны, по мере того, как содержание становится одним, форма перестает осознавать себя причиной, предшествующей этому возникающему содержанию. Иначе говоря, форма умирает в своем результате, как форма. Причина исчезает в своем результате, как причина. С одной стороны, форма является причиной, то действительно предшествует и определяет содержание. А с другой стороны, по мере того, как она, причина, достигает своего результата, воздействия на содержание, содержание становится чем-то одним, форма теряет себя в своем результате. С одной стороны, она сохраняет себя как форма, она воздействует, она всегда предшествует, она остается предшествием, с другой стороны, она теряет себя в своем результате. То есть перестает осознавать себя причиной этого изменившегося содержания, по мере того, как это изменение происходит и достигается результат. То есть, еще раз, с одной стороны, форма, понятие причинения, это, так никто не рассуждал, я из себя выжил это с большим трудом. Причинение, мы знаем, что такое причинение, это вот актуальность. С одной стороны, причинение заключает в себе причинение, собственное причинение, а с другой стороны, оно, причинение, теряет себя, щеркивает себя в своем результате. Как такой результат наступает? Щеркивает себя в своем результате. Ну, как два шарика. Если считать этот шарик причиной, то с одной стороны, он толкает, есть момент действия, а с другой стороны, в своем результате он исчезает. Как только мы говорим, ведь предполагается результат воздействия. Но как только результат, по мере того, как результат достигается, поскольку результат достигается, причина, как причина, себя теряет. Причина, как причина, себя теряет. Ну, я привел шарики, на самом деле, можно говорить только о форме и содержании. Потому что о исчах говорить нельзя, в исчах нет причинения. В исчах есть взаимодействие. То, что один шарик является причиной другого шарика, это ерунда. Ни взаимодействия, никакого причинения нет. Причинение, видимо, существует только в одном случае, когда форма актуальна, а содержание становится. И понятие причины имеет только один смысл. В отношении ставшего и становящегося. А все остальное взаимодействие. Шарики равны, разумеется. А вот формы и содержание не равны. Поэтому... Но форма теряет себя в своем результате. То есть тоже два аспекта. Можно так сказать, что форма как бы начинает действовать, но по мере действия она себя утрачивает. Но это уже метафора. Начинает действовать. Конечно, не начинает действовать. Либо действует, либо не действует. Понятие начала действия не существует. Но только такие слова не приходят на ум. Причина в себе заключается в одной стороне собственное причинение, а с другой стороны достижение определенного результата, в котором причина как причина себя уже не узнает. А раз они узнают себя как причина, то она форма и не сознает содержание. То есть своего результата. Не сознавая себя как причина, не сознает своего результата. Значит, в первом опыте мы что имели? Мы имели опыт бытия формы, в которой себя заключает причинность. То есть себя заключает, с одной стороны, бытие формы предшествования, в качестве предшествующей, а с другой стороны уничтожение, поглощение с удержанием формы. А когда мы поняли форму как причину, то теперь... Второй опыт, второй шаг. Когда мы поняли форму как причину, то теперь уже, мы раньше говорили как, по мере становления содержания, как содержание форма, исчезает, поглощается этим содержанием. Теперь мы не можем так сказать, если форма сознала себя причиной, содержание может сколько угодно становиться, оно не уничтожает, не поглощает свою форму, потому что форма уже поняла себя как причина. То есть возвращение к первому опыту уже невозможно. Теперь, пожалуйста, форма становится, содержание становится содержанием, сколько угодно оно становится содержанием, но форму не поглощает. Потому что форма осознала себя причиной содержания. Вот есть другая история здесь. Форма осознает себя причиной, но по мере осуществления себя причиной, она теряет себя, она форма теряет себя в своем результате. Но, видимо, сохраняет свое бытие. Вот тут я не знаю, честно говоря. Что это сохраняет? Своем бытие. Вот тут я не знаю. Я все думаю и думаю, и не знаю. Либо она и бытие тоже теряет, потому что она, фу, причина, если она потеряла себя как причину, то она снова исчезла. Мы снова впадаем в ничто? Или мы сохраняем бытие, но утрачиваем сознание причинения. Как можно бытие утратить? Что-то я не очень понял. Смысл формы состоит в том, что она актуальна и есть. Как она может что-то утратить? Если она утрачивает, значит, она, я не знаю, переходит. То есть она, значит, тоже становится? Ну, мы же говорим, Булат, об аспекте реального самостоятельного опыта. Утраченность формы себя есть в каждом состоянии формы. Как аспект. Это не мешает форме быть. Форма сама по себе не исчезает. Нет, не так. Это аспект. Мы всегда не можем двигаться в эту сторону, в сторону этого аспекта. Сделать этот аспект самостоятельным опытом это был бы опыт самоуничтожения, а форма, в общем, не так эмоционально, чтобы покончить чего-то жизнью сознательно и добровольно. А надо видеть, что в другую сторону. В сторону бытия, а не небытия. Но аспект небытия в реальном опыте самосознания формы присутствует. Всегда присутствует. Поэтому происходит движение. Мы избавляемся от этого аспекта и совершаем новое движение. А то, что он есть, в этом беды нет. Это вовсе не означает, что форма действительно исчезает. Форма не исчезает. Форма есть. Вы правы, возникающее может исчезнуть, но то, что есть, конечно, исчезнуть не может. Значит, чтобы сохранить себя в своем результате, если мы берем аспект, когда форма сознает себя собственно формой, то есть собственно причиной, собственно предшествованием, чтобы сохранить себя, в результате форма должна не просто сознавать себя формой или причиной, а воспроизводить себя в качестве формы. Форма должна не просто говорить вот, как мы знаем, должна говорить вот, вот, вот. То есть вновь и вновь проявлять себя как причину. Быть формой – значит воспроизводить себя формой. Быть причиной – значит воспроизводить себя причиной. Форма сознаёт себя причиной, чтобы осознать себя причиной Мы переходим в ситуацию многого Содержание, результат причинения здесь не может стать результатом И поглотить свою причину Результат становится результатом Но не имеет вида чего-то ставшего То есть сохраняется определение становления Форма всё время воспроизводит себя как причину Соответственно результат содержания не является содержанием А становится содержанием Не имеет вида ставшести Такое впечатление, что форма боится конкуренции со стороны чего-то иного Что тоже станет старшим То есть всё, что становится старшим, для формы грозит тем, что она исчезнет Ну в общем, да Поэтому она считает, что быть старшим это только моя прерогатива А всё остальное может становиться И вот она исчезняется на такую лодку, как воспроизводить себя То есть берёт на себя, на самом деле, часть функции становления Потому что воспроизводить себя, это двигаться То есть как-то становиться Только для того, чтобы на самом деле предмет не был старшим Ну чтобы выжить, да, в форме Если она допустит ставшись Она получит опыт ничто Интересный опыт, но Который не может стать самостоятельным опытом Только аспектом Опыт ничто может быть только аспектом Целостного самостоятельного опыта Только аспектом Но не самостоятельный опыт Ну вот так мы вспомнили Что делали в прошлом году Дошли до вот-вот И в следующий раз продолжим уже работать С вот-вот, который нас Приводит ко времени Следующим шагом Это вот просто Вы так будете излагать книжку, да? Ну если называть книжку Это пять страниц А, то есть Почему пять страниц? Нет, почему пять страниц? У меня же большой кекс есть Да, нет, да Мы навернулись сначала Всё, что вы, собственно, уже знаете Оказывается, что там много чему нужно добавить Например, о времени мы не говорили совсем А вот-вот говорили, а о времени не говорили Теперь мы пытаемся говорить о времени Ну и здесь Понятие, что причина заключает в себе собственную причину И поглощённость результатом Это для меня неожиданность Что-то так распределяется Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...